Всем привет. Отлично, давайте поприветствуем. Приветствую. Как лучше обращаться? Хиро? Хиро. Можно Бека? Можно Бека. Давай лучше Хиро, а то вы сейчас на Беку накинетесь. А мы на Хиро можно накинуться? На Хиро можно, но не слишком. Как вообще к шуткам относишься? Положительно, положительно, поэтому я собственно здесь. Ну могу сказать, типа за столом сидит Хиро какая-то. Можно, да. Можно, отлично, круто. Какие-нибудь творческие планы? Может на работу устроишься, нет? И вот все, я вот здесь, короче, остановлюсь лучше. Я и так на работе, бро. One Line Battle – это шутки в одну строку. Ведущий говорит начало шутки, комики предлагают свои варианты концовок. Олжас Бек Жакенов, Баржат Кабулбаев, Слава Никифоров, Шрегас Сервек, Жамбул Кульдеев, Алдиар Ситкали. Отлично, первый раунд. Когда кончились причины расстраиваться, но обидеться на мужа надо? Это что за шлюха? В смысле Сири? Когда кончились причины расстраиваться, но обидеться на мужа надо? Ты вообще расти собираешься? Когда кончились причины расстраиваться, но обидеться на мужа надо? Здрасте. Когда кончились причины расстраиваться, но обидеться на мужа надо? О чем ты думаешь? Когда кончились причины расстраиваться, но обидеться нам уже надо. Ты что, подумал, что я толстый? Подумал, да? Я слышал. Я слышал, что ты подумал. В какой-то момент у Буржана просто биполярка сработала. Когда кончились причины расстраиваться, но обидеться нам уже надо. В смысле биполярка, Асет? Когда кончились причины расстраиваться, но обидеться нам уже надо. Меня тут просили шубу купить, прикиньте. Да, меня рвешь, что она с утра сидит. На каждом наборе вкидываю. Это здание вокруг нее построили же. А она сколько билетов купила? Когда кончились причины расстраиваться, но обидеться нам уже надо. Хочу и сижу с утра, Шенглаз. Что ты мне думаешь? Когда кончились причины расстраиваться, но обидеться нам уже надо. Обязательно моргать надо, что ли? Какой фразой можно сорвать с фингер вечеринку? Не, не, это не лишай, это псориаз. Какой фразой можно сорвать с фингер вечеринку? А, тут трахуются, я думал, венгеры тут двигаются, международные что-то. Ложи, я попробую. Отлично, давай. Какой фразой можно сорвать с фингер вечеринку? Я не, я в жопу не мая. Ох уж этот шоу-бизнес, конечно. Какой фразой можно сорвать с фингер вечеринку? Или что, в прятки давайте. Какой фразой можно сорвать с фингер вечеринку? Какой пид***ц семечки принес? Какой фразой можно сорвать с фингер вечеринку? Остановитесь, мы запутались. Какой фразой можно сорвать с фингер вечеринку? О, вай-фай включили. Какой фразой можно сорвать с фингер вечеринку? Парабуз. Ну это его же трек. Так уже сорвалась одну пати, брат. Он отталкивается от слова «вечеринка», ему плевать, что такое свингер вообще. Какой фразой можно сорвать свингер-вечеринку? А может, в белку сыграем лучше? Как раз четверо же. Какой фразой можно сорвать свингер-вечеринку? Все, все, мама едет, собирайтесь, уходим. Какой фразой можно сорвать свингер-вечеринку? Вот про эту Джессику я говорил. После какой фразы вы сто процентов поссоритесь с другом? Ой, это твоя жопа. После какой фразы вы сто процентов поссоритесь с другом? Без понтовой у тебя свадьба была. И пустой конверт тоже я дал. После какой фразы вы сто процентов поссоритесь с другом? Блин, брат, а можешь теперь ты боди-массаж сделать? После какой фразы вы сто процентов поссоритесь с другом? А что, скриптонит занят, да был? что можно ответить если вам отправили диплик вы ну не прямо обязательно было файлом скидывать что можно ответить если вам отправили диплик о и я тебя еще такие вот помню что можно ответить если вам отправили дикпик а чё куда он вправо показывает квест что можно ответить если вам отправили дикпик о долбан я просил пикник после каких слов вас точно уволят я увольняюсь после каких слов вас точно уволят а давайте дорогу прям везде ремонтирует дабы сильнее аплодисменты а матинцы после каких слов вас точно уволят мы вообще чем занимаемся после каких слов вас точно уволят блин блин я не вам дикпик отправлял неуместная фраза при покупке презервативов тетя ле а вот записка папы неуместная фраза при покупке презервативов а рассрочка есть рассрочка неуместная фраза при покупке презервативов не трахаться нет нет я этот этот перекупщик неуместная фраза при покупке презервативов. А я же могу вернуть в течение 14 дней. Неуместная фраза при покупке презервативов. У меня возврат вот этого. Гондона заберите обратно. Слова, которые не нужно говорить на суде после фразы «Вы не виновны». Я же говорю, он поверит лоху. Слова, которые не нужно говорить на суде после фразы «Вы не виновны». Спасибо, у вас же Каспий на этом номере, да? Слова, которые не нужно говорить на суде после фразы «Вы не виновны». Блин, а я хату сдал уже. Слова, которые не нужно говорить на суде после фразы «Вы не виновны». А кто тогда? Просто для себя уже интересно, если честно. Что нельзя писать в домовом чате? Вот эта бабка на втором капец долго живет, да? Что нельзя писать в домовом чате? Соседи, это чьи детские коляски на первом этаже? Я их в аренду сдавать буду. Что нельзя писать в домовом чате? Это я сейчас в лифте писюю. Что нельзя писать в домовом чате? Соседи, а кто говно жарит? На весь подъезд пахнет. Что нельзя писать в домовом чате? Соседи, кто говно жарит? Чего меня не завертит? У меня соус есть. Только этот, только чуть попозже, я сейчас в лифте писюю. Что нельзя писать в домовом чате? А вот эта жирная, она здесь главная, да? Что нельзя писать в домовом чате? По-братски давайте вот этой бабке вот с большими окнами шторы купим, пожалуйста. Наступил момент, когда мы должны определить победителя и хочется узнать, кто, по твоему мнению, сегодня был смешнее всех в онлайн баттле. Ну, во-первых, спасибо большое, что пригласили. Им было смешно, действительно. Бурлан Кабулбаев. Парень в белой футболке. Ну, лично мне он зашел, это было очень... Буржан Кабулбаев, ваши аплодисменты! Без юмора ниже пояса, поэтому... А вот вам и свингер-вечеринка. Он шел к этому всю жизнь, он не спал ночами, чтобы сегодня в онлайн баттле победить сертификат на татуировку на лице. Молодец! 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 А теперь хотелось бы обратиться к тем, кто смотрит нас через экраны. Вы тоже можете поучаствовать в этом шоу в комментариях, если добьете следующую шутку. Что никогда не услышишь на казахской свадьбе? Свои варианты пишите под этим видео. В онлайн баттл.